Дамы и господа, настало время подведения итогов года кинематографических. Мы не будем дожидаться всех и сделаем это прямо сейчас. Какие фильмы для тебя, Илона, вот в 2019-м уходящем году запомнились? Как ты думаешь, они останутся в кино в память об этом году? Если мы говорим о западной продукции, да? На первом месте в этом году для меня Джокер, естественно. Ты сам на ней согласна? Он тоже в моем списке есть, конечно, да, но это такой фильм, всколыхнувший всех. Мне кажется, не было человека, который не посмотрел, не написал, не обсудил, не плюнул, не похвалил. Слушай, огромное количество флешмобов. Депутат Украинской Рады пришел с головой Джокера, с этой маской, там, в парламент, да, будем говорить. То есть масса, масса людей. На лестнице, где он танцевал в Бруклине, сейчас снимают флешмобы, все пытаются танцевать этот танец, который он танцевал. Министр культуры России высказался по поводу Джокера. В общем, фильм, который затронул всех, реально. Я очень люблю такие фильмы, потому что фильм может нравиться, не нравиться, но когда он не оставляет никого равнодушным, вот это и есть ценность. Плюс, да, бокс-офис у него самый крупный после, даже Дэдпулу он обогнал такого фильма категории R. Миллиарда, по-моему, да, собрал миллиард долларов. Ну, вообще, я вот про это не люблю говорить, потому что там, возможно, всякие хранить защитники галактики, там, они тоже собирают огромный босс-офис, но для меня это не показатель качества. Джокер важен чем? Это резонансное кино, как принято говорить, да? Он важен, так сказать, силой своего высказывания, потому что он пришёлся в нужное время, да, потому что сейчас общество именно, мне кажется, на пороге каких-то социальных потрясений. Наше общество больно, и Джокер вскрыл, так сказать, этот нарыв, и все начали говорить о том, плохо это, хорошо, опасно, не опасно, какой это пример, портрет это общества или что это вообще такое? Мне кажется, он уловил, так сказать, состояние общества, что оно, общество, готово к каким-то социальным потрясениям, к каким-то протестам. Общество, я имею в виду, мировое, да? Да, да. Вот, и вот эта вот картина, так сказать, быта за окном, мусорные свалки вот эти, и эта тьма, это же грандиозная метафора, это то, в чём живут сегодня люди, да, и, в общем-то, если это попытка как-то пробудиться, то я за эту попытку создателям этого фильма очень благодарна. Ну, в общем, да, этот фильм точно останется в истории кино, как самый, один из самых нашумевших фильмов 2019 года. Другой фильм, который тоже запомнится, безусловно, это девятый фильм Тарантино «Однажды в Голливуде». В моём списке его нет. А в моём есть, ну как можно пройти мимо него? С такими бенефисами Брэда Питта, Леонардо Ди Каприо, ты же видела их в Каннах. Я видела в Каннах, я видела этот фильм, он миленький для меня, но для меня это, во-первых, не лучший фильм самого Тарантино, а, во-вторых, я не понимаю смысла этого высказания. Про что оно? Это про ночь, когда вырезали семью Полански? Нет. Это про то, что происходит в Голливуде? Нет. Про что это кино? Про грязных хиппи, которые легко зомбируются? Нет. Про что это кино? Здесь форма преобладает над содержанием. То есть ты взял двух величайших звёзд, Брэда Питта и Ди Каприо, и ты решил, так сказать, половину рекламной своей компании, проблем рекламной компании, потому что продвигать этот фильм не надо, он сам себя продвинет. Ну, послушай, да, здесь нет, так сказать, фильм не ухватил нерв времени, скажем так, он мог бы сняться и два года назад, и два года спустя, и всё равно это был бы фильм Тарантино. Не про сегодня, а мне кажется, знаешь, это вот как говорили про Джека Потрошителя, что он помог 20 веку родиться своими убийствами, так вот это вот страшное убийство помогло, не помогло, оно изменило Голливуд и наше сознание. Но опять-таки это история. Как? Как? Как она изменила Голливуд? Ну, послушай, он стал совсем другим, ушла эпоха, он как бы вот закрыл эпоху 60-х, 70-х, и началось совсем другое кино. Перестали снимать милые, добрые вестерны, пошло уже что-то такое более глубокое, как мне кажется. Мне кажется, это настолько, так сказать, узкое послание, но на меня оно не произвело впечатление, скажем так. И тем не менее, этот фильм, которым 2019 год запомнится. Какой ещё для тебя фильм? Ну, ты знаешь, это не секрет для всей моей читательской аудитории. Таран Смолик, «Тайная жизнь». Да, я с тобой согласна. Его нет в моём списке, потому что он ещё не был в нашем прокате, но, безусловно, как... Фильм, который прозвучал в 2019 году, он очень важен. Да, он запомнится, запомнится, потому что это такой мощный антивоенный фильм, вообще, наверное, один из немногих. Мне кажется, он даже не столько антивоенных и антифашистских, он про стержень человеческий, потому что человек сам по себе, он мал, он ничтожен, так сказать, и он одинок в этой жизни. Но когда у тебя есть стержень, ты готов встать против всего мира. Потому что мы видим этого героя, который живёт в этой австрийской деревушке, и все с ним здороваются, все его уважают и так далее. Прекрати пересказывать стержень. Нет, я хочу сказать, но в один момент всё это заканчивается, и человек говорит о том, что я не буду с вами, я не буду зиговать, я не буду присягать Гитлеру. Я просто ждала, что ты сейчас начнешь рассказать, когда по вечерам крестьяне гнали коров с туманных Альп, а его жена пекла хлеб, он в это время решал, идти ли ему он воевать вместе с гитлеровскими войсками или нет. Нет, я говорю о том, что человек не потерял свой стержень, даже когда на него ополчился весь мир. А это был священник, это были всякие такие изворотливые гестаповцы, семья его, вся деревня, вся община. Да, вся его семья. Ну, жена была на его стороне, это уже двое. Жена сказала, что я приму любое твое решение, она друг, да, но казнили-то его, и этого человека потом, через несколько лет, вот эти вот, как бы, коварные австрияки возвели в банк святых. Стал современным святым. Да. Но фильм не про религию, мне кажется, фильм про упорство духа. Да, да, главное оставаться человеком и не предавать себя, вот про что фильм. Другой фильм, который также запомнится по этому году, это, конечно, триумфатор Каннского фестиваля, фильм «Паразиты». Да, есть в моем списке, совпали. Да, 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 ну, как бы мы могли не совпать, если это единственный фильм на моей памяти, который понравился всем. И критикам, и зрителям, и жюри Каннского фестиваля, и простой аудитории, ну, буквально всем. Потому что вот он как раз уловил вот это веяние времени, когда никто может стать всем, и благодаря интернету, поддельным документам, и всему ты можешь изображать из себя, кого хочешь. Вот это, знаешь, прятание за масками и личинами в Фейсбуке, когда тебе кажется, что ты там кто-то, а на самом деле ты никто. Весь этот перевёртыш. Да, и вот сегодняшний вот этот вот, ну, многие люди себя ощущают вправе претендовать на что-то. Вот этот вот паразитарный образ мышления, да, то есть мне хочется, и я буду. Слушай, а кто тебе дал право? Вот это тоже нерв времени прям ухвачен очень. Да, 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 и подмена понятий, то, что все как паразиты существуют, паразитируя друг на друге. Да, ну и, в общем-то, про общество, социальное расслоение, когда, ну, верхи уже настолько верхи, а низы настолько низы. Ну, вот про это тоже это кино. Ну, что ещё там в твоём списке? Мы, честно, с Илоной не делились нашими итогами, мы решили удивить друг друга, так что давай, удиви меня. Илона достала из широких штанин свой короткий список. Да, я скажу, не знаю, поймёшь ли ты меня, Рокетмен. Да, и мы победили последний фильм, мы всего договаривались по пять фильмов отобрать. Это не последний ещё. А нет, да. Ну, у меня в последнем вам списке Рокетмен, конечно, это самая весёлая, по-моему, автобиография. Вот тем более при «Живой звезде», снято им одобренное. И вместе они были в тех же Каннах. Моя любимая сцена, как он ему шнурки завязывал. Шнурки завязывал, да, и восхитительная работа, скажи фамилию этого, Эрон Эджерн. Да, я не могу это выговорить. Восхитительная работа, потому что человек перепел песни Элтона Джерона. Он же не только его играет, а поёт сам, сам поёт. Ведь тот же наш любимый со вставной челюстью Рами Малик, который получил в прошлом году всё. И жаль, что не получит, скорее всего, Террон, потому что, ну, два раза в одну и ту же мишень не попадает. Ну, я бы, если честно, да, вот именно этого человека, а не Хоакина Феникса, награждала бы всеми мужскими наградами. Но получит Хоакин. Мы уверены в этом, да. Я не уверена, честно. А я уверена. А Рокетмен мне запомнился ещё тем, что я побывала на вечеринке после фильма. Да, я помню, ты писала. Я слышала, как пела Элтон Джон, я видела, как поёт Террон Эджерн. Вообще неочаровательная. Мне кажется, это самая весёлая биография о самой трагической жизни. У него жизнь-то достаточно была. Ну, она начиналась трагически, а продолжается очень и очень. Ну, то есть всё то, что не должно было в его жизни состояться, оно в результате состоялось. И в конце, когда мелькают фотографии реальные из жизни Элтона Джона, ты понимаешь, что он преодолел и вот это безверие семьи, и это как бы материнское вот это равнодушие. Ну, это в нашем прокате тоже, по-моему, вырезали. Вырезали, да. Потому что нельзя быть женатым на другом мужчине. Потому что нельзя быть женатым таким. И усыновлять детей. Да. Но тоже фильм как бы резонансный. И вы столько обсуждали, что вырезали, там, кастрировали, так сказать. Элтона. Он прекрасен. Фильм весёлый, на самом деле, лёгкий. Он про преодоление всех трудностей. На самом деле про то, что нужно любить своих детей. И просто их любить такими, какие они есть. И очень душеподъёмное кино. Ну, что там ещё в твоём списке? У меня всё. У меня тоже всё. Из западного всё. А, и мы переходим к российскому кино. К этой небольшой могучей кучке. Фильмы, которыми запомнились в 2019 году, их тоже можно посчитать по пальцам одной руки. Я рискнул назвать текст. Да, я с тобой согласна. Потому что всё-таки он контекстный, скажем так, фильм. Да, при всей неровности, при всех моих претензиях к сценарию, а я особенно к финалам, да, вот этим нескольким финалам, всё-таки это тоже история резонансная. И мне вообще нравится кино, которое, во-первых, заставляет задуматься, во-вторых, заставляет меняться людей. Но вот как бы мне кажется, что это есть такой шанс у людей, которые, ну, может быть, молодых людей, которые посмотрят, понять, что жизнь не так однозначна и проста, и что вот те решения, которые вот так вот на тарелочке тебе даются и на поверхности лежат, они не всегда самые правильные. Ну, ещё там есть полезный лайфхак, как сделать загранпаспорт за два дня, ну, и много всего интересного в этом фильме, как пользоваться телефонами и так далее. Как ходить на дискотеку тоже, правильно или неправильно. Ну, в общем, да, и как жить своей жизнью, а не чужой. Другой фильм я рискну назвать всё-таки большую поэзию, потому что это необычный фильм. Я вот открыла для себя режиссёра Лунгина-младшего, скажем так. Мне показалось, у него есть какой-то такой большой стиль, несмотря тоже на неровность, там некоторые пафосные места, такие диалоги слишком выспранные. Мне кажется, очень большой у него недостаток его насмотренность чрезвычайная. Но он смотрит всё. Ему это мешает? Ему мешает, потому что он занимается цитированием очень часто и очень много. Той же самой большой поэзией мы говорили, там цитаты прямые из Паттерсона. Да, ну и другие фильмы. Но, тем не менее, там есть стиль, там есть нерв, там прекрасная работа с актёрами. У него актёры, в общем-то, взаимодействуют в кадре как дуэты. И это кино про «Здесь и сейчас», а не как «Однажды в Голливуде», «Там и тогда». Ну, наверное, ещё давай разведёмся не потому, что это прям такое гениальное кино, а просто потому, что это женский фильм, женский взгляд на развод. В принципе, это такой ближе даже к телевизионному формату. Недаром Первый канал. На Первом канале, да, он будет показан. И, в общем-то, для новогоднего вечера, да, это самое то. Кино, в принципе, весёлое, но, мне кажется, оно такое обманчиво весёлое, потому что наши коллеги, ты видишь, да, пишут очень серьёзные рецензии на эту тему. Что это такое, почему здесь, значит, женщина не может существовать в жизни без мужчины, обязательно должен подвернуться какой-то полицейский и так далее. Мне кажется, в общем-то, оно не столь серьёзное, но некоторые смыслы там есть. А главный смысл в том, что оставаться одной не страшно, не стыдно. И даже весело. Да, ну, весело, не знаю как. Если даже ты осталась одна, в общем-то, ты хозяйка своей судьбы. Меня единственное, что покоробило в этом фильме, отношение героини к детям. Мне кажется, вот так вот мамы к детям не относятся. Вот так, чтобы страшную сказку поставить на ночь. Ты делаешь это? Да как только не об этом. Забыть покормить. Нет, ну, она, конечно, просто много работает, её, в общем-то... Это не оправдание. Оправдать нельзя, как говорит Илона, но, знаешь, мамы разные нужны, мамы всякие важны, я считаю. Фильм не об этом. Фильм о том, как выжить, если тебя предали, и не сойти с ума, в общем-то, что героиня успешно и делает. Ну, вообще, в этом году, я считаю, выстрелили сериалы российские, по большому счёту, даже больше. Шторм выстрелил потому, что этот фильм на нашу любимую злободневную тему, тему коррупции. И я вот такие сериалы после домашнего ареста и даже годы культуры, которые намного слабее, я буду постоянно приветствовать, постоянно писать о том, что они нужны и важны. Потому что, ну, если вот так хотя бы можно поговорить на эту важную тему, которая нас изъедает, да, нашу страну и всех нас, да, то... А как ещё можно? Не знаю. Вот большое спасибо Борису Хлебникову, который делает такие попытки. Да, у нас есть несколько любимых режиссёров, которые мы рады их всем новым идеям и начинаниям. Это Хлебников, Шипенко, ну, ещё пару, тройка. Да. Ну, на этом наша негустая российская роща современного кинематографа уже редеет. У тебя там нет списка любимого, фаворитов? Ну, любимых нету, но были какие-то милые сериалы, были какие-то неплохие фильмы. Я не знаю, многие писали о том, что громкая связь удалась, да. Вот, но я всё-таки настолько люблю первоисточники, оригиналы, поэтому... Да, фильмы про феминизм и разные темы 90-х мы обсуждать не будем, потому что... Особенно верность не будем. Мы просто не будем этого делать. Мы говорим о тех фильмах, которые запомнились лично нам, потому что эта программа выражает наше мнение, неангажированная. Правильно, субъективная, авторская. Да, такой, какой есть. Ну, а о том, о чём смотрели вы и думали в 2019 году... Хотела сказать, это известно только вам. А это и правда, да. Ну, тоже было бы интересно, на самом деле, узнать. Я думаю, что на этом мы наш с тобой выпуск в этом году заканчиваем и увидимся в следующем, где нас ждёт очень много интересного. Начнём мы, как всегда, с Золотого Глобуса, потом будет Оскар, потом будет, уже хотела сказать, Канны, но ещё будет Санненс, будет много всего интересного. Смотрите кино, любите кино, думайте о нём, обсуждайте его и смотрите нас иногда. С Новым годом!